Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это начало очередной сетевой битвы партии в Сидмерс Цивилизацион 6. Но прежде чем я перейду к подробностям, напомню, что я готовлю рейтинг цивилизации шестой цивы, и мне нужно ваше мнение. Я провожу голосование на лучшую и худшую цивилизацию в шестой циве, а также прошу вас написать об этих цивилизациях. Все это проходит во вкладке сообщества. В общем, ссылка есть в прикрепленном комментарии к этому видео. Просто перейдите к комментариям, и там самый верхний коммент от меня приведет в нужное место. Ну а по поводу партии, я решил сыграть на карте Средиземноморья, на этот раз с живыми людьми, на десятерых. Я перед игрой постарался выбрать цивилизации так, чтобы они равномерно на карте находились. Вы видите сейчас на своих экранах, собственно, карту и какие цивилизации будут участвовать. Ну а распределились они среди игроков случайным образом. Единственное, я сделал так, чтобы мне не достался Рим, потому что, собственно, я за него играл на этой карте против искусственного интеллекта, зачем повторяться. А по превьюшке, я думаю, вы уже поняли, что мне выпала Грузия. Играем без каких-либо модов, потому что они на эту карту никак не влияют. Спонсоры канала традиционно все серии сразу могут посмотреть во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Для всех остальных продолжения будут выходить раз в день. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и не оскорблять участников партии. Приятного вам просмотра. Вау, прикол, Ереван уже стоит. Вау, мне Грузия. Слушайте, а в Грузии-то места-то ничего такие. Так, в общем, я уже сразу Ереван нашел. Но, слушайте, мне надо идти теперь. Может, не надо было Ереван ставить, кстати. Но мне придется идти, короче, отсюда. Йеллоустоун, нифига себе, в Грузии. Ооо, мне, короче, на море надо идти. Вопрос только... Ну, я следующим ходом, наверное, похожу. Гляну. Ну, вообще, места, конечно, прикольные у Грузии. Но я, как минимум, три хода теряю, получается. Ну, два. Два. Тут можно... Я, наверное, прямо на чай, скорее всего, поставлю. Там еще надо посмотреть, конечно, этим. И Ереван я сразу встретил. Ну, я не знаю, я не думал, не ставят они прямо сразу города. Да, видимо, в сетевой сразу ставят создать лучника задания у Еревана. Ну, кстати, это, конечно, вариант попробовать религиозную победу. Но, блин, вы же знаете, какая средневековая карта. В предыдущий раз баг был, походу, потому что мне сразу открыло без остановки города. У меня тут выпала нация, у нее стакт натуральный. Вот я смотрю, сколько я вижу ни одного источника трески воды. А, источник. Ну, я уже спалил нацию, но просто это что-то. Кто-кто? Больше. Я вот за Польшу выпал. А там ниже у тебя будет... Во-первых, ну, ты же ставишь столицу, там будет жилье все равно больше. В столице. А, во-вторых, по-моему, там... Нет, там, по-моему, чуть ниже, буквально на две клетки гора как раз должна быть. Две горы даже. Подскажем тебе немножко. Город я вижу, но все равно это не самое. Мне кажется, там самый крутой старт у Египта, вот у которой у меня прошлый был. То есть, ну, крутой в кавычках. У кого? У Египта. Не, вот почему нельзя было мне назад Португалию, как раньше? Вот там хорошие, нахлебалки, криптовые силоводы. Я хотел бы за Грузию, у меня выпало глубже, в тошно раз. Мне одному одна и та же попалась. Нет, тоже. О, два человека одна и та же, видишь? В одном шанс вообще большой, что вам цели выпадают одни этажи, значит, если нам двум выпало. Ну, еще можно, знаешь, считать, что 50 на 50, либо выпадет та же, либо не выпадет. Не, ну, формально говоря, если вспомнить, как вы все это все представляете, то и как бы и такая же традиционная не оскорбляет. В современном мире... Так, ну все, мы вроде играем нормально, выключаемся. Так, давайте сначала этим гляну. Мы, короче, до открытия письменности не общаемся. Ну, я, наверное, все-таки на чай буду ставить. Блин, у меня сразу уже какой-то вулкан стал активным. А, ну, Казбек. Казбек нормально, там Еревану. О, руинка. Так, я, конечно, могу попробовать в Артемиду сходить. Но дело в том, что я уверен... Ну, во-первых, я сто процентов знаю, что Рим тоже может. Так, ну, с разведчика начнем. Ну, тут в религию точно надо мне сыграть. Надо лишь с животноводством мне начинать. Ну, как минимум, я смогу... А что, так сказать, с деревом технологии? О, мореходство далеко. Так, а есть ли тут какое-то чудо? Чудо природы. Ну, вниз, если только к Мертвому морю сходить... Ну, я в любом случае вниз пойду скаутом. По-моему, там Мертвое море только если... И по Муккале куда-то туда... Ну, вроде включены. Я ход закончу. Проверим, что у нас варужские кланы включены. Да. Так, ну, что я хочу? Реликвию, наверное. Нет, ускорили. Мастерство. Ну, фигня. Это три этих обработать. Ну, старт у Грузии хороший. Ничего не скажу. Что по кампусу? Вот не хочется, конечно... Во-первых, оленей убирать. Во-вторых, это все под... Под этим... Что тут... Вулкан. Что тут вулкан. Хотя, Йеллоустон, конечно, меня прикалывает в Грузии. Йеллоустон в Грузии. Так, это мы вниз идем. Ну, надо по побережью, наверное, будет стоять. По Черному морю. Города. Два, три. Тут, конечно, река какая-то. Ну, сейчас посмотрим. Кто у меня может быть ближайшим соседом? На самом деле, тут довольно все далеко для меня. Потому что у нас есть будет Польша где-то там. Турция и Египет, в общем-то. Вот и все мои соседи. Блин, мне бы еще ГГшки найти. Акад должен где-то внизу еще быть. Давайте разведчиков побольше. Тут надо находить. Открывать карты. Тут вот куча территории пустое будет. И там, очевидно, много должно быть этих руинок. Я думаю, надо хорошенько прошерстить. Пока есть такая возможность. Ага. Так, ну, предварительно. Так, предварительно сюда. Ну, как все висит. Сука, чая. Кстати, с корпорацией монополия, это значит, что у меня куча науки должно быть. Вот вопрос. Наверное, все-таки сюда пойду. Хоть думал сюда или сюда. Но я хочу по побережью, видимо. Все-таки идти. Так. Орошение здесь. Давайте, наверное, пока гончар... Или горное. Чтобы вырубать лес. Хотя, мне кажется, когда я получу... А, блин, я орошение никак не ускорю, да? Может, мне тогда орошение сразу просто открывать? Ну, потому что красители и чай. Нужно ли мне гончарное дело? Мне кажется, нет. Амбар. Давайте орошение, слушайте. Я, наверное, этим скаутом сюда пойду. Вот так. А, дайте походить. А, дайте походить. Так, могу... Могу пантеон принимать. Сразу отправлю сюда скаута. Блин, а я не решил, какой мне пантеон-то нужен. Ну, культуру от плантаций. А что у нас по... Так, ну, соседство... Не получится у меня нету ничего из того, что соседство может давать? Священное место на реке. Ну, блин, у меня только одна река. Из-за того, что я... Хотя там тоже есть. Блин, может... Речную богиню реально... Потому что тут священные места тоже у гор нормально встанут. Так, а что с престижем? Блин, может, на престиже... Ну, как-то... Хорошо, еще можно взять на... Кстати, на... Как ее? Богиня огня? Знаете, что? Давайте я попробую... От реки. Хотя, может быть, я и ошибся. Потому что... Блин, может, за Тбилиси вот так как-то выкуп... Блин, вы понимаете, у реки, конечно, норм. Но столько вулканов... Нормальный век, кстати, вышел. Ух ты. Тут горы так нормально. Не, ну вообще, священные места, где и должны даже... Ничего такие быть. Это я к Сочи вроде как дошел. Я, подожди, Сочи как раз где-то тут должно быть. Тут у нас Керченский пролив будет, очевидно. Так, что у нас тут в Тбилиси? Да, ну старт... Старт, в принципе, ничего такой. Блин, мне бы вот эти клетки себе забрать, чтобы не Ереван. Хотя я тут не вижу, где конкретно Ереван находится. Река Кура. А Лазани. Почему в Грузии нету вина, кстати? Что это такое? Лазанская долина. Ну не буду на Крым смотреть сразу. Так, пойду. Или, может, еще одного скаута имело смысл. Так, свод законов открыли. Давайте пока... Я даже не знаю, что мне тут важнее раньше открыть трудовую повинность или раннюю... Ну, Ранняя Империя все-таки дает строительство поселенцев. Так что давайте, наверное, в Раннюю Империю пойдем. Двойные Разведки. Ну и Пантелон я уже принял. Так. Поэтому, наверное, Бог-Царь... Но мне, несомненно, нужно в Религию идти. Я думаю. Так, начинаем с Оленей. И Орошение Трехота. Но я никак Орошение не ускорю. Блин, вот я под вулкан... Очень зря встал. Так сказать, тупанул. А вот и варвары. Так. Я уже думал, их не будет здесь. Блин, ну тут странно как-то город ставить. Хотя вроде ничего. Так, я вырежу тут... Видите, там реки. Блин, надо было, конечно, сюда идти, следовать. Блин, может мне еще одного... Ошибся я с этим скаутом. Надо было сюда идти. Так, пожалуйста, Yellowstone. Не извергайся, не убивай мне рабочего. А то минус... Сколько? Четыре хода просто на ровном месте. Ну, обработаю оленя, потом, конечно, красители, потом чай. Блин, как тут тяжело идется-то. Ну, я, наверное, сейчас до Турка дойду таким макаром. Еще обрабатывается. Не чудо надо найти, а ближайшее чудо здесь это... Мертвое море. Там вот внизу. Казбек извергнулся. Блин, так неохота лян, честно говоря, качать против вулканов. Например. Чет-то как-то и руинок на самом деле немного. Чет-то я не решил в итоге, куда мне сейчас город ставить. Ну, вот, мне кажется, сюда нету смысла спешить. Что тут, какое-то крутое место. Вот тот же чай и красивый. Ну, хотя... Ну, тут особо производства нету. И где место священное? Вот тут место, наверное, надо будет ставить, да? Ну, я буду через священные места играть. Единственное, что... К сожалению, я, видимо, в Золотой век сейчас не выйду. Каменная кладка. Ну, давайте, наверное, горное дело, чтобы можно было лес вырубать. Дальше посмотрим. Да, тут, конечно, голые Вася места такие. Будет холмов столько. Конечно, места производственные. Наверное, наверное, все-таки сюда пойду. Я сразу следующего посела начну делать. Я думаю, что ко второму поселу я успею тут посмотреть скаутом и уже решу, куда этот город везти. Тут-то понятно, что, например, вот сюда священное место встанет тоже на реке. Раз уж я взял пантеоны от реки... Ох, еще и Еллоустон. Блин, надо было этот лес вырубать. Так, я сейчас похожу. Блин, и тут еще вулкан, да? Что, реально Грузия вот такая вся в вулканах, что ли? Ну, знаете, типа места неплохие, но все нивелируется вулканами, несомненно. А вот и руинка. Вторая только руинка. Хотя, естественно, тут первый хожу. Ладно, повел сюда город. Блин, так не хочется лян тут... Прокачивать. Ну, слушайте, если мы не будем прокачивать лян, так у нас... Ну, блин, а без пингалы, где нам науку и культуру брать? А с другой стороны, тут будут... Ну, эти ж не будут убивать у меня жителей. Нифига себе, а что это тут за гоп-компания ко мне пришла? Может, мне у них юнит купить? Так, ребята, покеда. О, третья руинка. Так, это мы идем к чаю. Все еще не видно астрологии никак. Да, ну, походу, нормальный век у меня тут будет. Ереван хочет лучника. Конечно, интересное задание, потому что лучники даже не открыты. То есть он сразу дал такое задание, хотя лучники даже... Не то, что не открыты, они даже не видны здесь в технологиях. То есть прачник его не устраивает. Ему нужен именно лучник. Проатакую, потому что у меня скауты получают удвоенный опыт. Блин, и вот тут варвар... Вот это хреново. У нас там снизу получается... Может, пока не обрабатывать... Ну, вообще, снизу должен Ереван заняться варварами. Мне так кажется. Так, вот тут я могу встать в защиту. И они через реку будут иметь бледный вид. Они будут плюс пять. Точнее, я буду плюс пять получать. Я постою. Пускай они меня атакуют через реку. Блин, тут странно на реке ставить где-то город. Потому что мне надо было больше еще скаутов сделать, я вот думаю. Карта-то большая. Типа карта на... На самом деле, типа на двенадцать. Потому что она большая. А не... Нет, подожди, она... Ну, по идее, она на двенадцать. Или на десять. Но все равно тут большие расстояния между этими. И я скаутами мог, пособирав руинки... Другой, кстати, как-то далеко руинки друг от друга. Охренеть, все. Минус. Зря только обрабатывал оленя. Слушайте, получается, мастерство я не зря ускорил. Потому что... Да, сейчас нету три клетки обработанных. Так, давайте реликвию. О, астрологию. Кайф. Понеслись в астрологию и священные места ставить. Отлично. Потому что до Мертвого моря мне тут далеко идти. Так, а куда делся варвар? Хм. Но он же не убился от меня. Я бы тогда опыт еще получил. Вниз неужели пошел? Блин, тут еще и ртуть. Корпорации Монополи. То есть, чай и ртуть это две... Два этих на науку. Погиб один юнит. Это юнит Еревана был. Охренеть. Три вулкана рядом. И все три изверглись. Сейчас вот. Это мы на двойке играем. По стихийным бедствиям. Да, надо было вырубать просто. Что-то я тупанул. Что тут лес надо было вырубать. Что тут олени и лес. Просто вырубить вот этим первым же рабочим. Чтобы ускорить поселенцев. Рак просто потерял это все, понимаете. Можно было догадаться, что у тебя два вулкана. Наверное, они по это... Ой, там... Отлично. Все ожидаемо. Просто гляну, что там нету... Руинок. Ну, наверное, все-таки стоит обрабатывать. Уже. Довольство плюс два только. Интересно. Три жителя. Два этих обработаны. На счастье и довольство плюс два. Прям даже интересно. А че так? А че так мало? Так, подожди. Я тут за то производство куда-то делась. Ну, потому что вырубила. Оленей. Блин, вот эта клеточка, конечно, еще тоже кайфная. Давайте-ка мы ее тоже купим. Вот это я понимаю. Красота. Об меня убились. О, я веру, кстати, получаю. Способность Грузии. Половину... Ой, пожалуй, не пойдем. Половину. Победа в бою дает очки веры, равной 50% боевой мощи побежденного юнита. Кстати, каждый ваш посол с доминирующей... То есть, мне надо Ереван сначала обратить, а потом туда послов отправлять. А можно город поставить? Спасибо. Начнем, пожалуй, с монумента. Кати веры у меня тут очень неплохо капает. О, астрологию открыли. Ну, я бы, наверное, сразу уже священное место ставил. Я сегодня не успею, к сожалению, скорее всего, до следующего. Ну, мне надо либо тут или тут поставить, блин. Конечно, я понимаю, что всего плюс два. Но тут место под кампус хотя бы останется. И, несомненно, лян надо. Все-таки. Кати, я уже двух варваров убил, между прочим. Так что обработку бронзы вполне... Тут точно не будет железа, потому что здесь... Другое было. Фак. Ну, слушайте, теперь я уже думаю, что все-таки можно здесь... Блин, слишком много гор с другой стороны. Ну, вот тут-то нету воды никакой пресной. Как бы далеко идти. А, ну, я сейчас подумаю еще. Да, блин! Вы прикалываетесь. Как он наклепал столько? Кстати, варварские кланы не растут, видите? Потому что... Стоит 13 городов государств. То есть все города государства на месте, я так понимаю. Давайте пока так сделаем. Там явно где-то сверху... Юнит. Не знаю, все-таки хочется сюда поставить священное место. Если это то, что меньше веры дает. Но у нас остается место для... Кампуса. Так, давайте думать по поводу посела. Здесь нету пресной воды. Мне кажется, стоит ставить, например, вдоль хотя бы черного опыта, потому что у нас есть Турция. Который Стамбул на Босфоре. Например, можно хотя бы с ним торговать. Я не говорю про то, чтобы плыть, его захватывать морскими юнитами. Но хотя бы морскими караванами торговать это уже будет плюс. Большой. Кроме того, я тут все равно смогу священное место на реке поставить, так? Да, тут вообще как бы грустно. То есть тут можно будет потом пройти где-то тут город поставить. Поэтому пойдем сюда. Я, правда, не уверен по поводу этого. Место слишком много гор. Блин. Боюсь я дальше идти. Убьют скаута. Так. За 47 нанять. Ммм. Ну, как вариант вообще. Обработка бронзы. Ну, стрельба и звук. Это мне еще прачников надо. Мне бы еще одного юнита варварского убить. Не знаю, кстати, умеют. Сейчас мы увидим, умеют ли города-государства уничтожать варварские поселения. Да, умеют. Жаль. Ну, я сам хотел уничтожить, получить очки. О, может я этого все-таки догоню, убью. Ну, пожалуйста, хватит лагать, дайте походить. Так, стоим. Ну, дурачок через реку атакует. Прокачивает меня только. Блин, как не хочется лян брать. Ну, и тем более, лян, извините, там несколько надо будет. Наверное, все-таки пингал для начала. Плюс пять против варваров. Дальше в трудовую повинность как раз сейчас ускорим этим священным местом. Да ладно, я думал, ты меня проатакуешь. Ладно, где этот скаут? Блин, куда мой тварский скаут постоянно девается? Надо вообще следить было за ним, конечно. Вот он. Стоим здесь. Блин, мне уже обработку бронзы надо убирать. Давайте стрельбу из лука. Может, рабочего просто купить? Чтобы эти все плантации пообрабатывать. Я смогу в Тбилиси, например... А, ну я пока не открыл еще эту. Не смогу я производство поставить пока в Тбилиси. Блин, а мне нужен будет торговец, кстати, великий, стопудово. Следующим ходом посмотрю, есть ли кто-то, кто раньше меня священное место поставил. Ну, это будет видно по очкам великого пророка. А, кстати, если бы здесь ставил священное место, получил бы очки эпохи. Нет? Вы смотрите. Ну, или кто-то со мной в один ход поставил, либо я просто первый. Так, ну тут надо решать. Ставить город тут или все-таки подвинуться и на оленях. Я считаю, что надо все-таки подвинуться. Потому что слишком, слишком много гор будет в границах. А там еще, на том месте, где город, типа, мне предлагал сайт, я могу там будет кампус сделать. Вот ты где. Это я хочу третьего варвара убить. О, тут озеро какое. Еще один вулкан. Ни хрена себе. Конечно. Так. Два хода. Ну, то есть вопрос, успею ли я религию сделать. И, с другой стороны, надо ли мне спешить. То есть религия это 4 очка даст. Хм. Блин, а он же может с хуми, наверное, атаковать. Так, обработку бронзы открыли. И железо. И железо почти не видно. Да. И, с другой стороны, не выйти в золотой век с религией грустно будет. Не, ну, скаута надо добить. Себе походить игра даст, конечно. Еще две веры. Мне кажется, я даже не наберу все равно, даже если я сделаю проект. Может поменять все-таки на... Ну, не смогу я тут в этот раз до конца. Ну, короче, началь. Ну, я не успеваю переключить проект, потому что все лагает. Народ метки ставит усиленно. Проект, по-моему, 20 очков даст. Даже меньше. Он в итоге дал 14 очков. Друзья, может, там кто-то уже нанял? Нет. Ладно, давайте, наверное, прачника. Не должны убить, я считаю. О, тут тоже приятные места. Так, а куда тут влазит посел? Блин, и все вот места под... Кампуса, да, или... Священные места рядом с вулканами. Просто кайф. Знаете, я бы вот сюда поставил. Ну, да, мне метку, конечно, не дают поставить. В общем, нормальный век, ребята. Тут можно не рыпаться. Ну, единственное, я могу сказать, что мог бы раньше выйти в священные места, наверное, и, соответственно... Так, давайте, строители. И, возможно, в... Мореходство, например, и корабли построить. То есть, это мне бы хватило очков. Табацкурия. Табацкурия. Так, у меня будет 25, да? Воинственный клич. Будем считать... У него не будет плюс... У меня будет еще плюс 5 от речной обороны. У меня будет где-то... 30 силы, получается. Ну, блин, все равно должны стоять, мне кажется. Тем более, он сейчас как бы в конце хода получит... Плюс. Блин, неужели это с хуми будет атаковать? Не знаю, не верю, не видел ни разу, чтобы такое происходило, честно говоря. Ну, дать, наверное, перепрыгну. Ну, злоком пусов народ понастраил уже, понастроил. А в религию пока я один. А что я открыл? Трудовую повинность. Ну, нет. Тут ничего не надо. Ну, что? Боюсь, что убьют все-таки. Нет. Ну, потому что надо было сначала этим атаковать, а потом этим. Естественно. Крам Артемид. Ну, я думаю, это Рим. Там у Рима, кто смотрел мое прохождение на божестве, там у Рима отличные места под Артемиду. О, Аккад встречен. Так, а где бы у меня... Еще Иерусалим где-то тут должен быть, по идее. Ну, Аккад я не первый встретил, похоже, да? Да. Значит, и Иерусалим тоже не... Ну, это Египет, скорее всего. Тоже не особо много вариантов. Так, а давайте, наверное, святилище, чтобы сразу пойти распространять религию. У меня будет много веры, а покупать юнит я не смогу. Так, я бы отошел, чтобы полечиться. Я бы здесь еще город поставил. Что я бы свое Черное море сделал своим внутренним морем? Сухумская бухта. Причем Цхумия, но Сухумская бухта. Не Цхумская бухта, а Сухумская. На этом пока все. Спонсоры канала Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке Сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!